В экономике то в случае, если выигрывает в ноябре 16-го года Трамп, к которому уже присоединяются отец и сын Полы, Ром и Ран, которые идейные враги федеральной визионной системы, Ром много лет и много сроков в палате представителей требовал проведения тщательного аудита ФРС. В том числе, кстати, аудита золота, которая то есть в Соединенных Штатах Америки, то и нет. И науки себе не имеют смысл. И, скорее всего, они поднимут ставки еще до того, как произойдет инаугурация, может быть, еще до конца 16-го года. И тогда финансовая система международная ляжет. Они готовят соответствующий сценарий. Именно под этот сценарий устраивается война на Ближнем Востоке. Вы же так правильно говорите, что война – это идеальный, соответственно, форс-мажор, в котором можно списать свои обязательства. Более того, уже даже кое-какие инструменты проверили на Кипре, когда конвертировали депозиты в доли банка. А можно было на Кипре? И сейчас у нас уже хотят конвертировать депозиты в долю установки капитала. Основная задача, ну, как бы, наиболее опасные эксперименты на наименее самым членам капитала. Почему Кипр? Что нужно было проверить? Сможет ли кто-нибудь в суде отсудить эту операцию? Как покушение на священное право частной собственности. Мне таковые случаи неизвестны. Может быть, кто-нибудь и сумел, но тогда с ним тихо заключили мировое соглашение, в рамках которых написано, что эту ситуацию нельзя раздражать. Но это очень интересная тема. В любом случае, почему война на Ближнем Востоке? Понятно почему. Справа вниз, слева. Идеальная конструкция. Одни орут, что растут риски, и мы не можем вам оставлять нефть. Другие кричат, начинается холокост номер два. Сразу же резко поднимаются оценки рисков. И вся финансовая система сформирована. Просто выясняется, что там страховые депозиты нужно вывести. С помощью депозитов. Абсолютно понятная и логическая ситуация. Но только все дело в том, что для этого нужна сухопутная операция. Тянули Путина сухопутная операция, тянули, не вышла. Пока. Пока. Может быть. Французов тянули, не вышла. Американцев теперь тянут. Уже объявили, типа, вот, сто одна двери. Соперер. Соперер. Отделите. Ну, пожалуйста. А, я думаю, что тоже непоперсы, кстати, тоже непоперсы. Не получаете, да? Конфусы. Вот. Про Путина я потом скажу. Вот. Почему, скорее всего, непоперсы. Значит, не вышла. Но у них еще есть время, да? До ноября время есть. Но после ноября времени уже не будет. Поэтому я не исключаю, что они готовят что-нибудь там, на Ближнем Востоке, экстраординарное. Вплоть до подрыва ядерного фугаса где-нибудь на территории Израиля. Потому что Израиль должен ответить. Причем желательно, чтобы прямо в центре, эпицентре ядерного взрыва были найдены паспорта каких-нибудь арамов. Заход. Из Германии. Будет найден. Да не важно. Будет найден. Могу ответить. Никаких нет проблем. Обгорелый корабль. Обгорелый корабль. Да, долго-давно. Все будет как надо. Вот.